Ребят, всем привет! Сейчас находимся в Турции, такое шикарное здесь поле, в той стороне у нас пляжик, здесь аквапарк, там бассейн и так далее, весь отель. В общем, подготовил для вас прогнозы на матчи пятницы и на один матч четверга. Немалые суммы будут проставлены, так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, но большая часть ссылочек, как обычно, будет у меня в телеграм-канале, там все бесплатно, там часто деланы ставки в лайве. Ссылка на телегу в описании, а в закрепленном комментарии всегда можете перейти по ссылке, при регистрации ввести промокод SOLO. И МЛБЭТ вам позволит увеличить суперначальный депозит в два раза или до 10400 рублей. МЛБЭТ из широкой линии, высокие коэффициенты. В общем, всем рекомендую, вся информация в закрепленном комментарии. Раз не зря на поле выше, давайте попробуем включить в эти ворота. Обратите внимание, как мы в любой углу, в любой вот эту сеть был, а мы прямо с того угла в эти ворота вспомним прошлую. Ну, ласу, ребят. Так, ребят, давайте начнем с матча РПЛ-пятницы. Краснодар играет против Химок. Краснодар не играл матч с ротором, соответственно, команда имела больше времени, чтобы подготовиться к этому поединку. Химки же, в свою очередь, помимо матча чемпионата, где они уступили 3-1 Уралу, они еще играли матч Кубка России. 1-0 переиграли «Зенит» Иркутск, выступали резервом, но все равно победили. Три поражения в пяти матчах у Химок, конечно, это аутсайдеры турнира. Краснодар та команда, которая умеет играть против закрытых команд, а Химки, естественно, будут играть закрытый футбол. Краснодар очень здорово играет позиционно, поэтому я не сомневаюсь в победе хозяев. И у меня здесь две ставки. Первая P1 плюс Total минус 4-5, за коэффициент 1.65, 2900 рублей я ставлю. И также я заметил такую тенденцию, что Краснодар очень часто забивает именно во вторых таймах. Например, матч против Ростова, ЦСКА 1-1 они сыграли, свои голы в вторых таймах забивали. Ну а Химки напротив, та команда, которая в первом тайме очень часто дает бой с соперником, а на второй тайм не всегда физически команды хватает. Плюс в последних играх у них был более плотный график. Так что я думаю, что во втором тайме Краснодар дожмет гостей. И моя ставка, второй тайм, индивидуальный Total Краснодара больше одного, коэффициента 1.81, ставлю 3000 рублей. Перемещаемся на чемпионат Беларуси. Сомалевич играет против Руха. Сомалевич, я уже не раз говорил, это слабейшая команда чемпионата. Там играют сейчас полсоставы футболисты 20-летние из Динамо Минска, которые до этого никогда чемпионат Беларуси не играли. Поэтому 5 поражений у них подряд. 5-2 уступили Батте, 4-1 энергетика БГУ, 0-3 уступили даже Белшини. Тоже уцсадеру чемпионата. Руха это также новичок чемпионата Беларуси, но команда довольно неплохая, хоть и молодая, очень неплохо комбинирует, довольно много забивает и вообще показывает довольно интересный футбол для этого турнира. Три победы в пяти последних матчах у Руха. И 2-3 они уступили, правда, в прошлом туре Немуну, одному из лидеров турнира. 1-3 обыграли на Уизе Городею. 0-1 победили Минск. И 3-3 сыграли с Белазом и Славией. Поэтому, на мой взгляд, здесь фаворит очевиден. Это гости. Моя ставка P2 плюс Total больше полтора за коэффициент 1.75. 3 тысячи рублей я ставлю. Неман играет против Минска. Здесь, я думаю, что Неман, команда, которая борется сейчас даже за чемпионство, на третьем месте они находятся, конечно, является фаворитом этого поединка. Минск выглядит не лучшим образом. Хоть и в последних поединках они наконец-таки там одержат победу. 3-0 обыграли Городею и 4-3 как раз Неман, они обыграли, играя у себя дома. Но все равно Минск – это одна из самых пропускающих команд чемпионата. Больше них пропускают только Смолевичи недавно их обогнали. И Белшина. Ну, извините, у Белшина два матча больше. Так что Минск свое еще успеет взять. Неман 2-3 обыграл Руха, 0-2 проиграл дома Батте. Но, в общем-то, в том поединке нанес 30 ударов по воротам и немного им не повезло. Дома Неман играет очень хорошо. 5 побед в 8 домашних матчах. Поэтому, я думаю, что Неман в этом поединке, ворота Минска, который очень много пропускает, зовет хотя бы 2 гола. Моя ставка индивидуально тотал Немана больше 1,5. Цена 1,95. Нас там уже зовут в футбол играть. 2800 рублей я ставлю. Леон играет против Нима. В этот же день P1 плюс тотал больше 1,5. Сразу называю свою ставку. Коэффициент 1,65. 2900 рублей я ставлю. У Леона не сыграет Ауар. Он красную карточку получил. Депай под вопросом непонятно, перейдет он в Барселону или нет. Но, вроде бы, должен сыграть 2-1. Леон уступил в Монопелье. 0-0 сыграл с Борду. Но это все на выезде. Дома же Леон выглядит интереснее. 4-1 они обыграли Дижон. Ним же, в свою очередь, начал тоже с победы. Дома обыграл 4-0 Бреста. Но после этого 2 поражения. 2-1 уступили Нанту. 2-4 Рену пропускает довольно много. В личных встречах 3 победы подряд Леона держит. И забивает 2 и более голов. Поэтому такой прогноз. И Бавария-Шальки. Наверное, ключевой поединок к пятнице. Бундеслига возвращается. Шальки, наверное, шокированы были по своим выступлениям в прошлом сезоне. И должны они быстрее забыть тот сезон. Потому что выступали безобразно. Всем подряд проигрывали. Ну, в общем, просто ужас. Но этот сезон начинается с матча против Баварии. Баварии, они, естественно, всегда проигрывают. Уже на протяжении 8 матчей подряд. Бавария выиграла Лигу чемпионов. Показывает шикарный футбол. Я думаю, что их тонус, физические кондиции сейчас тоже лучше. Потому что в Еврокубках играли. А у Шальки долгий период уже без игровой практики был. Поэтому, конечно, Бавария дома на Альянсарине должна взять свое. И я, в общем-то, уверен, что Бавария, как всегда, начнет активно первый тайм. В первом тайме уже забьет. И будет вести к перерыву. В общем-то, стандартная моя ставка на матч Баварии, который я часто беру. Первый тайм. Победа Баварии. Плюс тотал меньше 3,5. Коэффициент 1,68. Ставлю 2800 рублей. Эта ставка проходит в 8 личных встречах подряд друг с другом. И последний матч в этом видео. Это матч четверга. Марсель играет против Сент-Этьена. Марсель начал не здорово. В 2-3 еле-еле обыграли Брест. Брест имел территориальное преимущество. Много ударов, моментов. Немного Марселю повезло. У них был коронавирус месяц назад у многих футболистов. Поэтому команда может пока что еще не в оптимальных кондициях. Но обыграли пару дней назад ПСЖ. Который в свою очередь тоже испытывает проблемы. И Марсель это не единственная команда, которая обыграла ПСЖ. Поэтому я бы не стал говорить, что это какой-то прям невероятный результат для них. Что касается Сент-Этьена, то они с двух побед стартовали. Две домашние победы. 2-0 над Страсбургом и Лорианом. Марсель, кстати, в матче с ПСЖ лишился двух футболистов. Красной карточки получил нападающий Бенедетт и защитник Амави. И мне кажется, что Сент-Этьен, команда организованная, которая немало забивает, вполне может забить в этом поединке. Естественно, Марсель, понятное дело, фаворит. К тому же играет дома. Но почему-то в голос Сент-Этьена я тоже верю. Поэтому рискну и поставлю на обе забьют. За коэффициент 1.94 поставлю немного. 2 тысячи 300 рублей. На этом все, друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик. Переходите в Телеграм за дополнительными бесплатными прогнозами по ссылке в описании. Всем вам желаю больших успехов. Увидимся в следующих видео. Продолжение следует...